Добрый день, традиционное пятничное видео. В феврале 2017 года Марк Цукерберг, основатель Фейсбука, вышел с манифестом. Этот манифест был не о Фейсбуке как технологии, этот манифест был не о цифровых изменениях, этот манифест был о людях. Этот манифест был о том, что наше сообщество, сообщество планеты Земля, становится глобальным. И Цукерберг размышляет о том, какая роль Фейсбука в строительстве глобального сообщества. Мне это очень резонирует, потому что я верю, что слово сообщество, понятие сообщества, это будет одним из главных слов 21 века. А строители сообщества будут самыми востребованными или одними из самых востребованных специалистов 21 века. Почему? Потому что человек существует социально. И вне зависимости от того, с какой скоростью живет мир, вне зависимости от технологий, вне зависимости от количества денег, вне зависимости от того, социализм, капитализм и первобытный строй, вне зависимости от всего остального, человек ищет себе подобных и объединяется с ними в группы. Самые маленькие сообщества – это семьи или круги друзей небольших. Дальше идут сообщества по интересам. Сейчас следующим уровнем сообщества являются государства. И Цукерберг утверждает, что формируется новое глобальное сообщество, которое такое надгосударственное, над странами, которое объединяет людей по всему миру, пренебрегая границами. Он также говорит о том, почему нужно сообщество. И мне это тоже очень резонирует, я с ним очень согласна. Люди стремятся объединяться в сообщество, потому что это дает им веру в себя и надежду. Когда ты находишься в кругу единомышленников, ты чувствуешь себя в безопасности, ты легитимизирован, твои идеи не расходятся кардинально с идеями тех, кто рядом, ты дома. По сути, сообщество – это такая среда обитания. Крутейшая штука в сообществах заключается в том, что ты можешь одновременно быть членом различных сообществ. Ты можешь быть мамой и быть членом сообщества мам. При этом ты можешь хорошо готовить и быть членом сообщества, посвященного кулинарии. Ты можешь при этом быть адептом одной из религий и состоять в религиозном сообществе, заниматься спортом и состоять в беговом. Сообщество – это такие сущности, которые внутри человека, которые он решил по каким-то причинам реализовать. И, соответственно, ему нужны сторонники, ему нужны люди, которые с ними на одной волне. И Цукерберг говорит о пяти характеристиках правильных сообществ, точнее, сообществ, у которых есть будущее. Во-первых, он говорит, что внутри сообщества должно быть доверие. И это правда, потому что сообщество – это про отношения, а отношения – это про доверие. Второе, он говорит, что сообщество должно быть информированным. И это тоже правда. Внутри сообщества должна жить информация. Там должны… туда должны выбрасываться смыслы, и внутри сообщества должны появляться смыслы. Дальше он говорит о такой гражданской включенности. Он говорит о том, что сообщество – это не просто вещь о себе, это что-то, где создаются общественно полезные смыслы. Не в прикладном смысле, не обязательно, что если есть сообщество, нужно посадить дерево или убрать двор. Речь как раз идет о том, что внутри сообщества создаются смыслы, которые ценны не только внутри, но и за его пределы. Четвертое, он говорит о том, что сообщества должны быть инклюзивными. То есть сообщества должны быть такими же, чтобы люди, которые совпадают по интересам, имели технические возможности в них состоять. Ну, например, люди с ограниченным слухом могли состоять в сообществе, если оно голосовое, то есть придумать технологически. Незрячие люди состоят в сообществе, если у него есть большая часть онлайн. То есть у них должны появляться такие возможности, такие инструменты. И одна из главных характеристик сообщества – это, безусловно, поддерживающая функция, то есть сообщество – это среда, в которой ты и твои идеи находят поддержку. Не безусловную поддержку, не поддержку, которая происходит в любом случае, но поддержку, которая необходима для того, чтобы двигаться вперед. Вот эти пять функций – это те функции, которые делают сообщество сильным, сообщество устойчивым, которые делают строителей сообществ успешными, которые создают смысл для их членов и которые, с моей точки зрения, абсолютно универсальны. Самыми сильными сообществами на текущий момент являются религиозные. И это очень интересное наблюдение. То есть это сообщество вокруг идеи божественного происхождения человека, очень разных интерпретаций. До недавнего времени, в 20 веке, достаточно сильными были политические сообщества, что сейчас, к сожалению, это не так. То есть идеология, к сожалению, перестает быть объединяющей силой. На втором месте после религиозных, как это ни странно, идут спортивные сообщества или сообщества, связанные с образом жизни. Это очень интересное наблюдение. И дальше идут всякие разные другие такие группки, в том числе и манские, то есть родительские формы, группы и так далее, небольшие группы на местах, есть активные группы, которые занимаются изменениями. Перефразируя классикой, могу сказать, что членом скольки активных, живых, создающих сообщество являетесь столько раз вы состоялись как личность и как человек. И мне кажется, именно в этом очень большой посыл. Да, мы находимся в зоне турбулентности, да, мы обсуждаем профессию будущего и не понимаем, чем будут заниматься наши дети, каким будет мир через 15-20 лет. Да, мы не знаем, на каком языке мы будем говорить и нужно ли научить другие языки. Возможно, мы сможем вставить специальный аппарат в ухо и понимать людей, говорящих на других языках без перевода. Да, возможно, мы будем жить с аппаратами виртуальной реальности. Возможно, работа не будет совсем, все равно будут делать выбор. Возможно, все угодно. Но я верю в то, что человек все равно останется существом социальным, что он будет стремиться искать к себе подобных, объединяться с себе подобными. И в этом смысле, мне кажется, комьюнити-билдеры это действительно люди 21-го, может быть, даже 22-го века. Такая профессия, которая, как мне кажется, будет на высокой ноте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok